Доброго здоровья, друзья! Этот лайфхак посвящается всем очкарикам-самодельщикам. И сегодня мы будем измерять оптическую силу очковых линз и межцентровое расстояние. Для этого нам понадобятся лист бумаги, линейка, катушка ниток и смартфон с подсветкой. Если же требуется измерить и отрицательные очковые линзы, то придется запастись еще какой-нибудь лупой и кольцевой резинкой. Давайте начнем. В одном конце комнаты закрепим лист бумаги на вертикальной поверхности любым удобным способом. Далее будем называть этот лист мишенью. В другом конце комнаты или коридора на таком же уровне от пола установим телефон. Да так, чтобы плоскость мишени была перпендикулярна направлению на источник света. Измерим расстояние от мишени до телефона с помощью ниток. А затем измерим длину нити и запишем результат. Для повышения точности измерений неплохо как-либо закрепить линейку и направить ее в сторону смартфона. Теперь возьмем нашу собирающую очковую линзу и сфокусируем свет светодиода на мишени. Определим расстояние между краем линзы и мишенью с помощью линейки и запишем результат. Повернем очки на 180 градусов и снова сфокусируем ту же линзу. Определим расстояние от мишени до того же самого края линзы и зафиксируем второй результат. Для облегчения расчетов скачаем из описания ролика архив, в котором находится портативная программа калькулятор-блокнот и шаблон для расчета линз. Распакуем архив в любую директорию диска, например на рабочий стол. Запустим программу калькулятор-блокнот. Откроем текстовый документ и скопируем в окно программы шаблон для расчета собирающей линзы. Добавим в условия задачи три сохраненных ранее результата измерений в метрах. Это расстояние от источника света до мишени и два результата полученных при фокусировке линзы. Нажмем на клавишу Enter, чтобы рассчитать оптическую силу в диоптриях. Для измерения оптической силы рассеивающей очковой линзы будем использовать дополнительную собирающую линзу – лупу, у которой заведомо больше диоптрий со знаком «плюс», чем у очковой линзы со знаком «минус». Это можно проверить и на глазок. Сложенные вместе эти линзы должны увеличивать предметы. Когда лупа подобрана, можно приступать к измерениям. Сначала сфокусируем лупу в одном направлении и запишем результат. Затем повернем ее на 180 градусов и снова зафиксируем расстояние. При этом будем ориентироваться строго по одному и тому же краю лупы. Теперь построим оптическую систему из отрицательной очковой линзы и лупы, закрепив лупу на оправе очков канцелярской резинкой. Снова произведем два замера фокусного расстояния, используя один и тот же край оптической системы для фиксации результатов. Скопируем шаблон расчета отрицательной линзы из текстового документа в окно калькулятора. Несем туда же результаты измерений. Их у нас должно быть пять. Расстояние между источником света и мишенью, два замера для лупы и два замера для оптической системы, состоящей из лупы и рассеивающей линзы. Нажмем клавишу Enter и получим результат в диоптриях со знаком минус. В случае появления дискомфорта при использовании очков можно проверить правильность установки линз. Сфокусировав сразу обе линзы на мишень, убедимся в том, что оптическая сила линз одинаковая. Как видите, в данном случае это далеко не так. В бифокальных очках мастер использовал разные линзы для дали и одинаковые для чтения. Такое случается, когда мастеру нужно избавиться от непарной линзы. А теперь измерим расстояние между оптическими осями линз. Закрепим на мишени линейку и сфокусируем обе очковые линзы. Запишем расстояние между светящимися точками и расстояние между оправой и мишенью. Снова обратимся к нашему калькулятору и скопируем туда шаблон для расчета межцентрового расстояния. Затем внесем расстояние до источника света, расстояние между мишенью и оправой, а также расстояние между светящимися точками. Нажмем Enter и получим результат. Для того, чтобы скачать бланки рецептов и таблицы для контроля остроты зрения и подбора очков, пройдите по ссылке в описании ролика. Там же вы найдете статью, где этот материал освещен гораздо шире. Спасибо за внимание и точных вам измерений, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok